Друзья, рекомендую вам канал для всех радиолюбителей, Radio Hobby Event. Здесь вы увидите электронные самоделки и практические реализации многих радиосхем, такие как бегущие огни, преобразователь напряжения и многие другие. Подписывайтесь, ссылка в описании. Всем привет, с вами Игорь на канале Homemade, и сегодня мы с вами будем делать очень маленький шпионский микрофон на Ардуино. Поехали! В основе схемы устройства находится Ардуино. Для уменьшения размера я использую Ардуино ПРО Мини. В качестве датчика звука я использую микрофонный усилитель МАКС-4466. Вместо него можно использовать МАКС-9814. Он точно так же хорошо работает, даже лучше. Также к Ардуино подключаю microSD шилд, для того чтобы можно было подсоединять microSD флешки и сделать запись на microSD флешки. Два светодиода являются индикатором работы устройства. Зеленый светодиод говорит о готовности устройства к работе. Красный светодиод говорит о том, что идет запись. Если оба светодиода включены, то это говорит о том, что работа флешки нарушена. Возможно флешка отсутствует, либо она испорчена, либо плохой контакт, либо еще что-то связанное с работой флешки. Также используется микросхема TL431 в качестве опорного напряжения. Ее можно и не использовать, но тогда качество звука будет немного хуже. Если вы хотите улучшить качество звука, то нужно установить TL431. Но это накладывает некоторые ограничения на работу Ардуино. Так как TL431 формирует опорное напряжение 2,5 В, то соответственно на аналоговых входах максимальное напряжение, которое возможно принять, будет 2,5 В. Соответственно выход из микрофонного усилителя нужно будет настроить так, чтобы он попадал в границе 2,5 В. TL431 подключается через токоограничивающий резистор. Я поставил на 1,5 кОм, но можно использовать любой другой резистор на 1 кОм и выше. Но думаю выше чем 3 кОм не стоит использовать. Микросхема опорного напряжения TL431 подключается к выводу RF Ардуино. Но этот контакт не всегда присутствует на Ардуино ПРО Мини и подобных маленьких Ардуино. Он просто не выведен. Вывод RF это 20-й вывод микроконтроллера. И вот на фотографиях видно где он расположен. А также место где можно его найти и куда можно подпаять провод. Все питаться будет от аккумулятора. Я собрал здесь тестовый стенд для того, чтобы проверить работу устройства. В microSD Shield я вставляю флешку. Кстати флешку я использовал первую попавшуюся. Это старая флешка на 128 МБ. И устанавливаю этот microSD Shield на макетку. Здесь стоит TL431, микрофонный усилитель, Max4466. Подаем питание. И светодиод сразу загорелся. Как видите при включении сразу же пошла запись. Это связано с тем, что сейчас во время включения сразу же на выходе микрофонового усилителя сформировался высокий уровень, который превысил порог и пошла запись. Проблема в том, что сама Arduino может создавать помехи по линии питания шумы, которые будут улавливать микрофон и из этих шумов могут восприниматься как звук. Это можно легко увидеть на осциллографе. И посмотрим выход микрофона. Так, опущу немножко ниже. И здесь очень четко виден шум. Очень сильный шум идет. Шумовая волна. Даже если ничего не говорить, то шум постоянно идет. Это связано с работой самой Arduino. То есть, Arduino во время своей работы создает помехи по линии питания. И эти помехи вклиниваются в работу микрофона. И из-за этого создается шум. Это можно исправить одним простым способом. Для этого в схеме нам нужно разделить линию питания при помощи диода. Диод можно использовать практически любой. Но лучше с минимальным падением напряжения. Также после диода нужно установить электролитический конденсатор. Этот конденсатор нужен для сглаживания помех по линии питания. Давайте сейчас в схеме это и сделаем. Я отключаю, убираю плюс питания. Вместо него устанавливаю диод. Первый попавшийся у меня оказался FR107. Устанавливаю этот диод. А также электролитический конденсатор на 100 микрофарад. К плюсу питания и к минусу. Снова включаем питание Ардуино. Итак, после подключения диода и конденсатора помехи практически исчезли. Сейчас, если можете увидеть, реакции есть только на мой голос. Без звука шумы практически отсутствуют. И это видно по осциллограмме. Но так или иначе запись все равно включилась. Это связано с тем, что просто не настроены уровни на нашем микрофоне. Для этого перейдем к скетчу. В самом начале здесь написаны некоторые инструкции, которые необходимо сделать. Нужно скачать библиотеку tmr-pcm. После чего сделать в ней некоторые редакции. Для того, чтобы можно было включить запись звука. Для этого устанавливаете библиотеку. И переходите в файл pcm-config.h. Вот этот файл открыт. И здесь нужно раскомментировать некоторые строчки. Если обратимся обратно к нашему скетчу, то здесь написано, что если вы используете UNA или подобные Arduino от Mega 328, то нужно раскомментировать строчку define buffer size 128. Ищем эту строчку в файле pcm-config.h. И вот эта строчка. Она у меня уже раскомментирована. Вам нужно также сделать, чтобы она была раскомментирована. Следующее, также раскомментировать вот эти две строчки. Ищем, где они здесь есть в коде. Вот, они у меня также раскомментированы. Вам это нужно сделать, потому что изначально они будут вот так закомментированы. Вам нужно их раскомментировать и сохранить файл. Это позволит библиотеке tmr-pcm включить запись файла. Смотрим дальше скетч. Вначале подключаются библиотеки. Библиотеки для работы с microSD флешкой. Эта библиотека нужна для того, чтобы при включении Arduino каждый файл, каждая новая запись записывалась с новым именем файла. И чтобы новая запись не перезаписывала предыдущий файл. В самом начале вам нужно сделать отладку. Вся отладочная информация будет выводиться в сериал, поэтому нужно эту строчку раскомментировать. Когда вы будете прошивать готовое устройство, эту строчку нужно закомментировать. Она должна быть закомментирована. Но в начале, при первом запуске, при первых стартах, она должна быть раскомментирована. Определяем пин, к которому подключен пин CS от microSD. Пины, к которым подключены светодиоды красный и синий, которые показывают текущую работу нашего микрофона. Определяем аналоговый пин, к которому подключен микрофон. Две переменные, которые формируют имя файла. Переменные, которые определяют, идет ли сейчас запись или нет. Этой переменной мы задаем минимальное значение длительности записи, а также время, на которое будет продолжаться запись. Об этом мы поговорим немножко ниже. Переменная для подсчета времени. Также еще одна важная переменная. Она устанавливает порог срабатывания на аналоговом входе. С этим значением будет сравниваться значение на аналоговом входе. И если значение на аналоговом входе превысит этот уровень, то тогда диктофон будет понимать, что есть какой-то звук, есть какой-то разговор и нужно включить диктофон. Некоторые переменные, которые участвуют в расчетах. И еще одна переменная. Эта переменная выполняет ту же самую функцию, как и предыдущая. С той лишь разницей, что здесь идет сравнение с определенным уровнем во время записи. То есть здесь мы выставляли уровень, на который произойдет срабатывание для того, чтобы запись включилась. Здесь мы определяем определенный уровень, с которым будет сравниваться запись. Об этом тоже поговорим немножко ниже. Создаем объект библиотеки TMR-PCM. Дальше в Setup. Если мы разрешили отладку, то включаем Serial. Определяем пины на выход. Определяем пин, к которому подключен CS от microSD. Дальше проверяем подключение microSD флешки. Если microSD флешка подключена, и она инициализировалась без каких-либо проблем, то тогда мы идем дальше. Если же инициализация не прошла, то включаем оба светодиода, и красный, и зеленый. Дальше определяем источник опорного напряжения. В данном случае это внешнее опорное напряжение на микросхеме TL431. Считываем начальное значение для записи. В данном случае с нулевого адреса EEPRO. А также получаем значение в продолжительности записи в миллисекундах. В основном цикле программы. Если сейчас стоит режим незаписи, то сейчас запись не идет. Считываем значение с аналогового входа. Если у нас разрешена отладка, то мы в Serial выводим значение на аналоговом входе. Дальше, если значение на аналоговом входе превысило заданное, которое мы указывали немножко выше, вот здесь, здесь стоит 1000. Если значение на аналоговом входе превысило этот уровень, то тогда в Serial выводим сообщение, опять же таки, если включена отладка. Вводим сообщение о том, что начата запись и название файла, под которым будет идти запись. Вызываем функцию старт записи. Давайте перейдем к этой функции и рассмотрим ее. Вот эта функция. Мы сохраняем значение ACP. Даем Arduino понять, что идет запись. Переключаем светодиоды с зеленого на красный. Дальше идет изменение имени файла, его нумерации и сохранение в EEPRO. Также получаем текущее значение в миллисекундах для того, чтобы ввести подсчет времени. Создаем имя файла из номера файла, который мы знали раньше из EEPRO и расширение Valve. Дальше стартуем запись с названием файла, битрейтом, аналоговым входом, с которым подключен микрофон, а также определяем, что выход на динамика не будет. Возвращаемся обратно к основному циклу. Если идет запись, то получаем значение с ACP. Дальше рассчитываем максимальное и минимальное значение пиков сигнала. Это нужно для того, чтобы определить, есть звуковой сигнал или нет. Чтобы Arduino могла понять, нужно продолжать запись или запись можно остановить. Есть ли еще разговор, есть ли какой-то звук или уже тишина и звука никакого нет и дальше записывать не стоит. В Serial мы выводим значение максимального уровня сигнала. Дальше, если прошло определенное время, которое мы указали ранее в скетче, то есть в данном случае здесь стоит значение 5 секунд. Если прошло это время, то тогда высчитываем значение пиков с аудио сигнала и обнуляем переменные. Также, если включена отладка, то в Serial выводим значение пиков. И вновь сравниваем. Если значение пиков меньше заданного, мы его задавали ранее, вот здесь в этой переменной. Если это значение меньше, то тогда мы останавливаем запись. Если же значение больше заданного, то есть был какой-то пик, был уловлен голос, был уловлен звук, то тогда мы обнуляем значение таймера и запись продолжается, она не прерывается. Перейдем к функции остановки записи. Задается команда остановки записи и имя файла, под которым запись была запущена. Переключаем светодиоды, переключаем режим Arduino в ожидание старта и возвращаем предыдущие значения АЦП, которые мы сохраняли ранее, в функции старт записи. Вот и все. Программа вернулась в начальное свое состояние после того, как запись была остановлена. Если же во время записи будет уловлен какой-то звук, шум, голос, то запись будет продолжена на то время, которое мы указали здесь. То есть, если мы указали 5 секунд, за 5 секунд был какой-то звук, шла запись и был уловлен громкий голос, то запись продлится еще на 5 секунд. Если мы здесь поставим 50 секунд, то в течение 50 секунд будет сравниться, был ли какой-то звук или шум. Если были, то запись продлится еще на 50 секунд. Такой очень простой код, очень простой скетч и отлично он работает. Рассмотрим схему устройства. В правой стороне находится гнездо для установки microSD карточки. В качестве гнезда я использовал гнездо наподобие этого, которое я выпаял из старого мобильного телефона. Здесь также на линии данных установлены резисторы на 1 кОм для согласования уровней. Все-таки в карточках питаются 3,3 В, а Ардуино будет питаться напрямую от аккумулятора и будет напряжение больше, то есть 4,2 В максимально. Также здесь внизу установлен стабилизатор напряжения AMS 1117. Двумя контактами он подключается к плюсу и минусу. А выходом средним контактом подключается к microSD шилду и к конденсатору. Второй контакт конденсатора подключается к граунду. Также здесь установлена микросхема TL431. Средним контактом подключается к минусу. Два контакта соединены вместе. И через резистор также подключены к плюсу. Опорное напряжение через тонкий проводок идет на другую сторону и подключается к выводу RF. Вот такая с этой стороны получилась схема. С этой стороны мы установим микрофон и несколько конденсаторов. Еще нужно будет поставить выключатель и аккумулятор. Вот так выглядит полностью собранный микрофон. Конечно он немножко великоват и конденсаторы можно было бы вообще убрать. Либо использовать вместо них танталовые конденсаторы. Тогда бы размер и общий объем получился бы меньше. Но мне пришлось их ставить, потому что качество моего микрофона оказалось не очень хорошим. Возможно проблема в ардуино, возможно в микрофоне. Но так или иначе мне пришлось ставить эти конденсаторы. Вес готового устройства очень маленький. Всего лишь 8 грамм. Едва-едва больше 8 грамм. Вместе с microSD картой 8,3 грамма. То есть очень легкое и очень маленькое устройство. Диктофон потребляет очень мало. В режиме ожидания диктофон потребляет едва больше 20 мА. Но также не забудьте о том, что на ардуино распаян светодиод, который светится во время работы. Этот светодиод потребляет от 10 до 18 мА. Поэтому если этот светодиод выпаять, то потребление соответственно уменьшится почти в 3 раза. В режиме ожидания около 23 мА. Это с впаянным светодиодом. Если светодиод отпаять, будет потребление намного меньше. В режиме работы записи потребление около 54 мА. Но это опять же таки с впаянным светодиодом. Если светодиод выпаять, то потребление будет около 40 мА. Если выпаять светодиод и снизить потребление до 40 мА во время записи, то в целом этого устройства хватит очень-очень надолго. Если использовать компактный аккумулятор, например, этот аккумулятор имеет емкость всего лишь 200 мА, то такого аккумулятора хватит на 8 часов записи, либо примерно на 20 часов в режиме ожидания. Но это опять же таки, если выпаять светодиод. Со светодиодом потребление будет чуть-чуть больше, как вы видели, и соответственно время записи и время ожидания будет меньше. Если вам видно, здесь светится светодиод. Он горит постоянно и не выключается во время работы Ардуино. Если этот светодиод убрать, то время работы этого микрофона значительно увеличится. К сожалению, я не могу показать, насколько хорошо этот диктофон записывает, потому что во время тестов и экспериментов я этот микрофонный усилитель неправильно поставил на макетку и подал на него неправильное питание. В результате я его сжёг, из-за чего он стал неправильно усиливать. Исчезла нижняя полуволна звуковой волны. И из-за этого качество звука стало очень плохим. Раз, два, три. Проверяем запись. Один, два, три. Да, как вы видели, звук получился теперь очень-очень плохим. Но ничего, я уже заказал новый микрофон, новый микрофонный усилитель. Это микрофонный усилитель Max 9814. Как только этот микрофонный усилитель придёт, мы его заменим, поставим вместо этого испорченного тот микрофонный усилитель, а также немножко модифицируем схему, и возможно получится сделать более маленькую, более компактную схему с лучшими характеристиками. Так что не пропускайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте колокольчик, для того, чтобы знать, когда выходят новые видео. Я вам желаю успехов, пусть ваши проекты будут классные, интересные. Подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok